Спирекоп или Финита? Спирекоп. Финита или Форза? Форза. Форза или... Прокоп? Прокоп. Прокоп или Фидос? Фидос, 100%. Фидос или Сипскана? Фидос. Фидос или Ничай? Ничача, мой любимый. Ничай или Герман? Герман или классик. Он любит тебя меньше, чем Германа! Ты что, охуел? Не подходи-ка. Здравствуйте. Мы начали играть, да, первые игры. Я думал, что... Ну, как не то, что выйдем. Ну, просто я думал, что мы должны. Мы сильнее выглядим. Ну, просто я же приходил на каждую игру Амкала. И как-то, знаешь, было... Ну, как-то как будто неуверенно. В каждую игру вы же там на последних минутах все решалось. То ли в Шук пенальти забьет Гику, то еще там что-то там. С Ромой тоже на последних минутах, да. И как-то все так неуверенно вышли. И я думаю, блин, а мы выиграли так все уверенно вроде. Говорят, что у вас полная какая-то дичь творилась, что не хотел там тренироваться Прокоп или там что-то... Что тебя там смешало больше всего на тренингах? Я понимал вообще, куда я пришел. Я понимал, что тут не про футбол точно. И я как бы, ну, приспособился. Я тренировался как есть. Ну, отдавался. Ну, я отдавался по максимуму, как мог. А так, что тебя сметило? Именно вот той ругань Прокопа с тренером или что-то еще было? Ну, этого я тоже не понимал. Ну, типа, для меня тренер, вот, это закон. Типа, вот, то, что он говорит, значит, он прав. Если тренер говорит, он прав. Ну, то есть, я не могу там свое мнение... А Прокоп прям мог сказать на тренировке? Да, он говорит, что нет, я буду так играть. Мне все равно. Ну, типа, ну, вот до такого доходил. Там второй тренер тоже хороший мужик. Просто он, типа, такой жесткий, он мог там наорать, очень сильно наматюкаться на тебя. Вот. И на Прокопа он также орал и говорил, что ты тут нам рассказываешь? Вот. А Прокоп в ответ ему, что ты мне рассказываешь? Ну, там, образно говоря. Там, говорят, была даже история, что на одной из тренировок Прокоп сказал, что вот тренер сидит, это сильный. Тренера не выйдет. Да, со Сланом, да. А вот тренер вот сидит, он, типа, топ. Ну, это неправильно, типа, ну, я люблю Прокопа, типа, ну, все равно это неправильно. Ну, там же там он только Прокоп, да, так? Да, 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 никого больше. Ну, там, кто-то был, понятно, недоволен, но не могли сказать ему в лицо, там, типа, да, что ты, я же такой крутой. У тебя на первых порах была мысль, что вот я приходил в тот рост, мы рассчитывал на одно, а это не соответствует немного? Или что я там, типа, не... Нет, на первых порах все, в принципе, устраивает. То есть, когда я тебе говорил, что ты счастлив, ты реально был счастлив уже. Да. Да, там тусовки, там, то, все, там, всякие видосы, челленджи. Скажи честно, ну, точнее, честно здесь нельзя, у многих было подозрение насчет челленджа, который ты выиграл на сотку. Я прихожу, приезжаю на съемки, я вообще не должен был участвовать, я не взял с собой бутсы, у меня бутс не было. Я приехал вообще восстанавливаться, потому что я в Киеве, у меня пух голеностоп, может, помнишь, фотки. Я подвернул ногу, сильно очень, я думал, что я не буду на МКС играть, потому что, ну, жестко. Типа, таких шишек у меня не было за всю историю, типа, очень страшно, там, чуть ли связки не порвал, там, надрыв был. Вот, и я приехал на съемку, говорю, Жек, я просто приеду, типа, побегаю по кругу, посмотрю, как вы снимаете. И он мне говорит, Сань, да возьми просто, ну, с места, там, ударь, не знаю, получится, не получится. Я говорю, ну, окей. И в итоге вот так вот я бусиком реально выиграл. Ну, я в шоке, пацаны, когда смотрели, я когда в мишень попал, я понимал, что все, я вот, я прошел финал. Ну, скрапом буду бить пенальти, а по пенальти-то уже лотерея. И я почему-то вот был уверен, что я уже выиграю, потому что у меня шло вот как будто, ну, просто, мне сверху кто-то сыпал реально. Ну, это вот чистая правда, я офигел, это сотка так помогла. Просто говорят, что тут дротц иногда, типа, занимаются постановами, что там из, там, 50 ударов попадает в ролик только один, или выигрывают те, кто надо. Гон, чисто, вот прям вот гон. Ну, реально, гон, ну, понятно, там есть, типа, тебе дается, там, два удара, и ты, типа, вот бьешь, ну, понятно, один бьешь, то есть два бьешь, один идет в монтаж. Ну, гол идет в монтаж, если забил. Ну, короче, лучше идет в монтаж. Ну, типа, это нормально. Нет такого, что, типа, пока не забьешь, красивый гол, типа, вот все. Сань, на твой взгляд, в чем отличие вообще Жеки от Германа? Это потому, что два человека, которые, ну, и основные, основные поставщики контента, ну, основные создатели движухи, немного разные. И основные, в том числе, ну, люди, которые, знаешь, Герман там больше, наверное, инвестирует во что-то, а у Тутродс больше, наверное, покрытие. Герман, ну, как и говорил мой дядя, Герман больше такой ответственный и больше такой серьезный, взрослый, да, ну, на нем столько лежит, типа, даже вот, ну, банальная организация, типа, вот, там, тренировка во столько, сбор во столько, там, сбор во столько. А у нас там в день съемок, там, только мы узнаем, когда съемка. Типа, Жека звонит и говорит, Сань, сегодня... Не, ну, пишет, Сань, вот, сегодня, вот, Поле настолько-то приезжать. Но там, в основном, Жека, да, не некит, в Тутродс. Ну, вообще, организацией занимаются, да, да. Ну, сто процентов. Ну, они там, понятно, советуются по контенту, еще почему-то, но вся организация и вся вот, вот эти вот, все шишки на Жеку. Ну, допустим, Герман там за опоздание, да, иногда мог оштрафовать, там, еще за что-то. Вот что может рассердить Жеку на съемках, когда мало эмоций кто-то дает? Ну, вот я недавно, ну, меня не было на этих съемках, но недавно было, когда, там, Бопе опоздал на съемки прям на час. Ну, типа, ну, вообще, он не попал на эти съемки, он приехал, но он уже не снялся там. И прям вот Жека так разозлился, это мне Краб рассказывал, он говорит, все, отстранен на месяц, типа, вообще не снимаешься в роликах. Ну, прям, Краб говорит, что было видно, что Жека злой. А какой понт вообще сниматься в роликах не у себя на канале? Ну, я в том смысле говорю, что вот вы же прям в Тод Роудс хотите постоянно, чтобы Жека звал на съемки. Понт какой? Это дает больше, все равно, в основном, подписчики приходят через гивы. Ну, примерно так, да. Ну, сейчас так это работает, да. Какой, в чем именно кайф от того, чтобы именно быть тем человеком, кто вот сегодня снимается? Там же я так понимаю, что есть даже какая-то определенная... Какой ты ловишь плюс от этого? Да, ну, потому что мне такое ощущение, что даже там есть какая-то борьба. Типа, люди, когда их там не зовут на одну или две съемки, что они там, типа, расстраиваются. Ну, такое есть. Вот Олег расстраивался, когда его не звали. Он прям, типа, было такое, что он там спросил у Жека, почему вот меня не зовут? Ну, не знаю, ну, меня пока везде звали. Я просто не был в той шкуре, когда там меня куда-то не звали, да. Может быть, я пойму. Что тебе еще тот дрот дал, помимо вот этого гива, который принес тебе большое количество подписчиков? На самом-то деле, вот как все рисуют, там, да, подписчики, и говорили про тот дрот, что, типа, они такие вот, там, плохие, они такие вот, там, какие-то токсики. Ну, с ними, ну, тоже вот я круто нашел, типа, общение, да, там, хул тот же, да, на хула там сигнали. Ну, блин, топовые пацаны вообще. Ну, то есть, чтобы я что-то от них получил, вот, чтобы, вот, как от Германа, типа, что, вот, ну, Герман мне... Ну, смотри, несловно, Герман, да, там, он там... Ну, он меня вообще запустил в эту игру блогерскую, типа, он мне, вот, проголосовал за меня. Ну, он тебя помогал, там, по матчам какие-то, там, другие города, сейчас бы еще что-то. Ну, он мне даже было такое, что Герману пришла реклама. Это просто, ну, это огромный респект Гере, типа, за это. Я это все помню до сих пор, типа, это очень теплые воспоминания. Ему пришла реклама, вот эти вот журнальчик, там, карточки надо расклеивать, ну, перед чемпионатом. Ну, Европа. Европа, да, вот, и он говорит, Сань, типа, приедешь ко мне сегодня вечером, снимаем рекламу, типа, и ты тоже нужен, я тебе заплачу. Ну, то есть, как я вообще, я вообще не понял, для чего меня звали. Я просто с ним посидел в кадре, порасклеивал эти наклейки, он мне заплатил, там, 10 тысяч рублей. Ну, типа, знаешь, все равно, ну, как-то вот всегда, там, за счет платил, ну, типа, вот всегда он мне как-то что-то давал. Вот, а я понимал, что он мог просто эту рекламу сам снять, вообще без меня, ну, то есть, я вообще там не нужен был. А в дротах, условно, то есть, возможно, финансовой выгоды в дротах даже меньше, чем в Амкале. Ну, учитывая, что у вас там премки были, там, 10-15 за победу. Ну, да, премки были, да, за победу. У вас тоже были? Да. Тоже десятка? Да. Ну, десятка, да, была за победу. А в остальном, что ты там нашел, ну, этот коллектив, да, что ты теперь можешь с пацанами ходить и тусить куда-то, которые более адекватные, ну, я имею в виду, адекватные твои, тебе. По характеру больше похоже. Ну, вот, по характеру, наверное, больше похоже, но не все, типа, я не могу сказать, что в Амкале прям все мне по характеру не подходили. Типа, вот, в Тудрос, да, но мы потом... Ну, в Амкале с кем ты дружил? Ты же дружил, там, более-менее, там, с Нечаем, да, с Германом? Нечай, Герман, фидос. Ну, блин, ну, с тобой мы снимали видос, мы нормально общались. Ну, так, чтобы прям гулять, дружить. Нет, не имею в виду, чтобы там гуляли. А, ну, вот, ну, да, был такой момент перед МКС, что вот, когда мы подготавливались, тренировки, мы прям каждый день куда-то ездили, гуляли, ну, там, в парке, типа, ходили в кино. Ну, вот, каждый день мы что-то делали, и мне это прям нравилось. Говорят, что Тудрос, они немного, ну, опять же, это не мое мнение, это вот такая, типа, идет слава, что они там, знаешь, отбиты, что постоянно там какие-то стрепухи, что постоянно там ад какой-то, движ, там, и прочее. То есть, никакого ада, на самом деле, нет. Не, ну, типа, как нормальные люди, там, мы можем сходить, мы ходили в клубы, типа, ну, это нормально, типа, все ходят в клуб, Блатов ходит в клуб, чушь ходит в клуб. Ну, типа, это... Ну, просто один человек говорил, что вот придет туда Коваль, и его после этого Москва сожрет, он там будет... Ну, вот, я сижу такой же, как и осталось, ничего меня не сожрало. Я как мог выпить в Амкале, типа, после игры, так вот, я так и выпивал мы тоже, мы там выиграли игру, поехали там куда-то посидеть. А звездность, там, тот же Бапе, там, фу? Вообще нет, вообще нет. Это тоже бред, что это просто наговоры, что тебе чувство изделия. Это наговоры, просто, я тоже думал, нахуло то, что он вот такой на камере, на видосах, видно, что он такой, знаешь, вот показывает прям свой стиль, что он такой охуенный, там, классный. Блин, я с ним пообщался, топ пацан, вот, вообще. Вот там есть блогер с Украины, такой Андре Бойерский, смешной тип. Вот мы с ним смотрим, я думал, это вообще, знаешь, ему не понравится, типа. А мы с ним нашли общий язык, где-то смеемся с этого Андрюхи Бойерского. Ну, то есть, там вообще такой колхозный юмор. Ну, это вот, ну, типа, обычные пацаны. А вот эти именно, ну, на поле, когда там Никит убегает, там, все пацаны из Тодроц убегают. Эмоции, реально, Никит такой вот человек, но он не может по-другому. Ну, я на него смотрю реально, он, он совсем другой человек в жизни. Он очень добрый, вот, Никит очень добрый человек, максимально, не знаю, ну, там, сюда подойдет, посмеется, там, поговорит. И такой, знаешь, тихий очень. А за съемки вам тоже не платит Тодроц? То есть, мне приходите? Нет, ну, мне не платят. Мне лично, может, кому-то платят, там, мне не платят. И еще один слух про Тодроц, что они запрещают, там, очень ярко вести себя, там, в своих каналах и так далее, ходить куда-то на съемки, там, Камкалу ходить. Желание просто у Хула, ну, это я с ними общался, у Хула, там, еще у кого-то, у Белки, там, у Мбаппе, они просто, вот, ну, не хотят, они не хотят участвовать, это их личное, там, нет такого, что Жека говорит, пацаны, мы не должны, там, появляться, ну, вот, все снимают, там, Эй, там, все снимались, кто там еще ходил. Ну, Краб, понятно. А ненависть к Камкалу, как думаешь, там есть такая или нет? Нет, нет, ну, вот, точно так же, как я был в Иванкале, там, что-то какие-то вбросы на Тодроц, юмор поугару. Точно так же и не в Тодроц, мне вообще нет агрессии. Ты приехал на первый матч с Амкалом, какие у тебя были вообще тогда мысли, и ты понимал вообще, что тебя сейчас будут хуй сосить плотно, трибуны? И ожидания совпали с тем, что ты произошел? Я понимал, что, ну, будет что-то, типа, какие-то, там, ну, уканье и там, и так далее, с трибуном Амкала, но я не понимал, что это настолько. Типа, каждое касание мяча меня настолько это сбивало, ну, типа, я реально, ну, я перепугался. Ну, как, не то, что, ну... Ну, вот ты выходишь, и там заряды сразу, там, Коваль, Удов, Йогой. Ну, вот на разминке не было такого, я такой, типа, максимально уверенный, знаешь, я знал, что вот сейчас спокойно нужно подойти к матчу, типа, отыграть игру, там, делать... Ну, все равно, там, условно, ночью перед игрой с Амкалом ты, типа, на нервах был? Нет, вот удивительно, вообще нет. А когда, вот я принимаю мяч, и начинается, Коваль, Удов, там, уходи отсюда, и все. Вот, Йогой, блин, жестко, вот, отвечаю. То есть реально тебя трибура взломили? Прямо на два мили жестко трибуны. Не, не могу сказать, что прямо из-за трибуны я там плохо сыграл, как говно. Вот эти вот... Тоже объяснить не могу, но это правда, типа, ну, тоже объяснить не могу, потому что, знаешь, мы настолько были готовы, мы настолько, типа, вот, в раздевалке это чувствовалось энергия. Раз, и нельзя сказать, что я там плохо сыграл, там, по статистике... Нет, это еще кто-то. Мы все плохо сыграли, как команда. И на игре, когда ты понимаешь, что вы проигрываете, еще случается вот тот момент с голевой, с травмой, когда... Ну, когда... Ну, да, не, ну, во-первых, из-под тебя Витя забил там головой. Ну, и мой игрок, я с Витей играл, он забил, да, мой игрок. И что-то у тебя не было в мысли, что, типа, блядь, сейчас меня еще и в роликах приебашит, блядь. Нет, такого не было, я сразу подумал, что, блин, ну, мой игрок просрал, мое, типа, моя ошибка. Вот, а потом мне начали приписывать уже все голы, вообще, на МКС. Ну, тоже, ну, там, так сомнительно. Тот гол, который забил... Кутуз, да. Когда ты отдал голевую и лежал господин... Тот же момент, ну, типа, все орут, понимаешь, у меня только цель, вот я вижу там вот Кутуза, да, у меня цель подать ему в голову. Я не видел, вот, клянусь, не видел, типа, вот, я не понимал, что от меня Вася хочет. Я потом уже увидел, да, он сломался, но я не мог среагировать, ну, блин, такой спорный момент на самом-то деле. Вот как ты считаешь? Ну, я думаю, что в этом моменте я точно не видел. Ну, смотри, был эпизод до этого, когда мы играли с Ромой, и там чувак упал, причем Вася тогда сам продолжил играть, вот, а мы, типа, с Блатом остановились и вот так вот стояли. Это был момент вообще не опасен, он там был, ну, типа, в центре поля где-то, да, ну, плюс-минус. А у нас такой момент, что я был нацелен, я не видел, я спиной, получается, стоял, я вообще не видел, что он упал. Я разворачиваюсь, но он лежит, у меня взгляд вот на Кутуза, и я просто даю передачу. То есть, если бы сейчас можно было повторить, ты бы подал? Да, и я бы подал. Наконец-то Коваль начинает говорить своим слайдом, да не говорит, что нет, конечно, я бы не стал. Да нет, и я бы подал даже если, я скажу так, что если бы даже я увидел, что он сломался, я бы подал. Ну, блин, это нормально, ну, не знаю, ну, любой бы так сделал. Ну, я думаю, что и он бы подал. Мабрину ценим стил, когда он говорил, что специально подкатился под него, чтобы отомстить. Ну, это же бред какой-то. Ну, реально, это бред. И, во-первых, я там не опасно шел, изначально хотел. Я хотел на опережение сыграть этот мяч. Ну, так получилось, ну, это футбол. Ну, посмотрите, как играет там какой-то. Я не приписываю, что я там какой-то Рамос там или еще что-то. Посмотрите, как играют вообще футболисты. Очень жестко. Ну, так получилось. Я не хотел. Ну, то есть, у меня в жизни, вот, за всю карьеру не было какой-то мысли кого-то сломать. Я не такой, я не такой, не такой вам плав футболист. Наверное, какой-то бара бы, вот, он бы смог бы. Ну, мне почему-то кажется, что он такой человек, что смог бы, типа, знаешь, вот осознанно пойти там грубо кого-то. А потом, когда Вася надеял эту футболку, ты сразу это увидел? Нет, на поле не увидел, увидел в ролике. Мне очень не понравилось то, что он начал прям на меня, ну, жестко там, типа, я тебе там ноги переломаю в следующий раз, там, еще что-то. А я там внутри понимаю, ну, вот, я там сам у себя сижу дома, вот, после игры, ну, себя на мыслях, да, и я же понимаю, что я, ну, не специально это делал. И я там подал тоже, ну, я не видел даже, что он там травмирован. И я это все понимаю и смотрю, что Вася на меня гонит. И он думает, что я там такой плохой, что хотел его сломать. Ну, не знаю. А, он мне сказал, он же мне сказал Васе во время игры, что он мне набьет мою милую ебаву. А. Да. И после, когда уже я фоткался там, после игры, ну, там, дети стояли, там, где автобус заезжает. И он просто проходит меня и вот так вот по спине ударил, ну, типа, вот, просто ляпнул так. И он мне потом сказал, и потом в каком-то видосе он сказал, что я даже, мы, типа, мы с ним встретились после игры, и я побоялся даже ему, там, типа, посмотреть на него. После матча того, там, ночь, вечер, когда вы проиграли опять с трибуны, хейт, как ты себя чувствовал? Нормально, я успокаивал Жеку, успокаивал Некита, говорил, что, пацаны, мы в полуфинале, все, забываем, типа, я пытался... А, то есть они были больше огорчены больше? Ну, да, знаешь, как будто бы все, 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 конец света. Мы проиграли второй раз Анкалу, мы, все, мы уже, как будто мы вылетели вообще из турнира. Я говорю, пацаны, полуфинал вы что травите? Типа, ну, это ничего еще не... То есть ты в этой ситуации, наоборот, сохранил спокойствие? Да, да, я пытался, я понял, ну, я знал, что так и нужно делать. Я просто пытался, наверное, исправить свои ошибки с детства, типа, когда я там проигрывал, и все, для меня это был конец света. Типа, я там мог неделю до игры думать, до следующей, что как, мы там проиграли, я там где-то ошибся. А она, ну, окей, ошибся, все, забыл, следующая игра, полуфинал, типа, поехали дальше. В полуфинале ты пенальти пошел бить, почему ты решил бить сам? Или тебя, наоборот, назначил? У тебя было ощущение такое, что нужно пойти доказать? Да, конечно, я сразу сказал, что я буду бить. Ну, а что, чего бояться? Ну, я не знаю, вот, в пенальти как-то я вообще, мне не страшно бить. Ну, типа, когда я иду исполнять, страх, конечно, есть, там, сердце бьется, все кричат, там, трибуны, да. Вот, но я понимал, что, ну, я хорошо исполняю, я должен пробить. И, знаешь, вот я хочу сказать, что, наверное, вот чуть испортила нас игра на спорте, когда Эд забил финальный гол, тупо выбегают все трибуны. Мы бежим, празднуем, как будто это финал. Ну, реально, вот как будто нам сейчас кубок выучат, и мы будем скакать, вот прыгать. Ну, так нельзя было делать, наверное. Мы столько эмоций потеряли, у меня слезы пошли просто с глаз, потому что, ну, не знаю, почему. Мы как-то столько эмоций потеряли на этом полуфинале, реально. Как будто бы вот чуть-чуть подпортил нас полуфинал, знаешь. А перед финалом какие были ощущения? Опять что разъебете? Опять что... Не разъебем, но у нас, вот мы договаривались, что на каждом участке поля, каждый дадут друг друга отрабатывать. Ну, как вот нормальная, адекватно настроенная игру. Если так, вот сейчас уже выстраивать, чем МК был сильнее? Именно по футбольному, ты понял? Каждый делал то, что от него требовал тренер. Ну, грубо говоря, там, Прокопа просили делать одно, он не делал. Он пытался... Вот были моменты, когда мы уже были в большинстве, и там пацаны лезли краб, вот он... Пацаны лезли в центр, что-то там обыгрывали. Вот он берет мяч, вот Прокоп, и начинает обыгрывать. В центре? Ну, в центре, да, ну, неважно где, он просто начинает обыгрывать. Ну, нас больше на одного. Просто пасуйся, катай этот мяч, подавай. Зачем лезть через центр? Потеря, понимаешь, потеря, и нас прогоняют. Мы стоим, бедные три защитника. Я бегал их вперед и назад. Мы стоим, контратака. Вася Маврин быстро разгоняет его, невозможно остановить. Ну, как вот? Мы могли пропустить больше гораздо. Потому что вот эти контратаки, из-за кого? Из-за пацанов, которые обрезались в центре. Я не могу, ну, я не говорю, что я там крутой, идеальный, там, хорошо сыграл. Ну, просто, типа, нужно было играть правильно. То, что нам говорил тренер, а мы не соблюдали. Что в раздевалке после игры? У вас же было шампанское, да? Ну, шампанское, это купил тренер, потому что у него день рождения был. А, понятно. То есть мы не... Точно пацаны не покупали, там, настолько, типа, были суеверные пацаны, типа, вот, Жека, типа, они настолько там подходили, типа, блин, пацаны, давайте серьезно. Но они очень жестко настраивали. Для них это было очень важно, максимально. Ну, типа, прям видно было, что это прям, не знаю, финал чемпионата мира. И тренер, да, открыл. Ну, мне понравилась его реакция. Открыл бутылку, говорит, пацаны, ну, спасибо всем, типа, вы крутые, там, дал всем выпить шампанского. Просто все сели молча? Молча, да, опустошение. Ну, у меня вообще, я, я еще, когда в моменте, там, с кем-то столкнулся, с Форзой, он мне наступил вот сюда, на ключицу, у меня очень сильно болело плечо, у меня вылетело плечо опять, у меня до сих пор оно вылетает. Ну, ты в конце, ты даже, вот там, вот, тот эпизод, над которым все угорают, где я, там, сам чуть не умер, когда добегал до ворот, когда ты потвер головой в подкат даже, тебе было уже пофигу, да, ближе бы как? Ну, это все случилось из-за того, почему, вот, там, даже снимали видос, что, вот, типа, знаешь, как показывают, как надо, типа, вот, они вот показали, как надо, просто на ногах стоишь, отбираешь, но я уже просто, я упал, потому что я не мог, и вот, у меня был такой уже момент, патовый, что я просто, ну, у меня болело все, и не было, я не мог дышать просто, я упал, и уже пытался как-то что-то там сделать, и понимал, что уже надо, ну, я не могу, типа, больше пропустить. После игры ты пошел к фанатам МКала, что-то хотел вам сказать, показать, поговорить, причем недолго, я так понимаю, что у вас какое-то общение было. Да не, ну, мы пытались там поговорить, ну, просто все кричали, они говорили, что, Сань, зачем ты вообще, типа, так поступил? Ну, ты подошел к ним, да? Они сначала, там, что-то... Сначала начали гнать на меня. Типа, пошел нахер отсюда? Не, ну, не пошел нахер, типа, вот, ты предатель, зачем ты это сделал, Сань, мы просто не понимаем, мы тебя любили, типа. А я говорю, пацаны, ну, вот, ну, извините меня, типа, ну, я был опустошен тоже, говорю, ну, вот так произошло, типа, ну, что я могу сделать уже, типа, ну, прошу прощения, просили футболки. И они, типа, начали хлопать тебе, да? Начали хлопать, да, потом подошел некит, меня обнял, там, вот, они начали хлопать, там. Ну, опять, ну, я, я нормально, я не быстро, там, с ними поговорил, нормально стоял, минут 10, наверное, общался, там, главный был Ультрас, он больше всего говорил, и какая-то еще девочка тоже, я видел, он активная очень. Ну, вот, она там не говорила, спрашивала вопрос, много с ними общался. Ну, то есть, вот этот вот срач, он решился именно с фанатами за три секунды общения. Да, и потом мне очень много сообщений приходило в директ, что, типа, вот, мы фанаты МКАЛа, типа, удачи тебе, ты крутой. Очень много пишут, я выставил, короче, stories, Дани Алмаш, когда вернулся в Барселону, его там представление на стадионе, и мне пишут, у нас очень много писали, у нас мечта, типа, чтобы ты там через годик, через два, типа, вернулся в МКАЛ, вот так вот, типа, представление было такое, я говорю, пацаны, ну, круто, типа, отвечаю всем, пытаюсь. С Германом общение сейчас вообще никакого нет, закончено? Нет, я ему написал месяц назад, может. Ну, просто, типа, мне сейчас тоже, вот, я понимаю, ну, мне как-то на душе тоже не очень сейчас. Я об этом думаю тоже почти каждый день, потому что такое, знаешь, сейчас период, я за два месяца четыре раза заболел, и как-то вот так, даже мне мама говорит, что это, Саня, это вот на тебя так много хейта, типа, это психосоматика сто процентов, потому что... То есть ты думаешь, что ты настолько перенервничал тогда и где-то сдерживал свои эмоции, что сейчас... Сейчас это все вылазит в здоровье, ну, опять же, потому что других... Я сдал все анализы, я сдал кровь, я сдал ковид, я все сдал, я просто пересрал реально, потому что я болел вот так вот каждый день. И все нормально у меня с кровью, и со всем, все анализы сдал, я даже сдал ВИЧ. Я даже пересрал, я сдал ВИЧ, и нормально все, все круто. Я полностью здоров, типа, ну, вот так вот происходит, типа, я пять дней нормально уже живу там, на съемке катаюсь и так далее, потом раз, ты мне пишешь, Саня, ну, что, приезжаешь на интервью? Я говорю, Димон, у меня 38. И мне реально плохо. Ты с последнего самого, я не понял, зачем ты выложил дисс? В тот момент, когда вы все проебали. Знаешь как, вот, потому что был бы Заш Квар, пообещал, не выложил. Да, да, я пообещал, во-первых, и не выложил, а во-вторых, блин, ну, мне понравилось, я сделал работу, я записывал на студию, я очень кайфанул, я просто в дальнейшем хочу чуть-чуть тоже заниматься музыкой, пытаться, ну, это 100% будет, просто еще не знаю, когда я просто думаю над этим, вот. И мне жалко было, вот, работу свою бросать, типа, я сделал. А ты сам писал, или тебе панчи накидывали пацаны? Нет, конечно, накидывали пацаны. Ну, там чуть-чуть отрезочек сам написал, ну, понятно, я новичок в этом деле, ну, типа, мне тяжело. У меня есть дисс, у меня три диссы. Есть дисс, который я полностью сам написал. Дай почитаем сейчас. Давай. 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 Я даже могу включить его. Давай. А он записан прямо на студии тоже? Не, не на студии. Первый дисс записан вот так на диктофоне. Чё, давай. Смотри, этот, короче, бит... Морген. Морген, да, я понял. Да, Морген. Я решил просто на этот бит, типа, даже никуда не выкладывать, просто там выставить на YouTube. Валпуган пытает закрывать семью облаты. Не трогай семью, ведь семья тронит тебя. Мой отец легенда спорти, ты легенда пиздежа. Твои видео скрупил рукой, я лицо держа. Я советую тебе закрыть ебало и бежать. Слушай, этот дисс лучше. Думаешь? Там у тебя больше каких-то оскорблений, а здесь Соблой панч может быть обидный. Прикольно, мне очень понравилось, и я прям хотел его выставить. А потом включился Володя XXL со своим диссом. Ну, как со своим, с помощью. Я с ним записал дисс, он был на бэках там. Так, вы слышали сейчас дисс? Да. Кусок, это лучше был, чем тот? Да мы его год назад слышали, алё. Блядь, вы всё... Мне вообще нравится бренд с Володей, который был. Дед? Прилипчивый, с припевом. Старый, 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 дед. А я не слышал его. Ключи, давай. Жёстко, карты все раскрыли. Тебе давно пора на пенсию. Бай-бай. Ну, это типа Володя для тиктока делал, чтобы заедал. Старый, ты не трогай, маму включится, отец. Посмотри на свою притчу, это блядь, не зец. Он легенда спорта, ты легенда, ты стихи. Я прошу семью, не трогай, новая семья. Тут трогаю, подожгу, твою косичку, это блядь, фигит. Принесу тебе, таблядь, кимир, обвески. Полетел в больничку, и тебя там навеси. Растякупил пасочку, для праха, туда помеси. Пара девочка на тусе, захотела палку. Дед, ты слишком старый, пойдем на рыбалку. Дед, сегодня плачет Кувальц, залетел на переплачку. Я купил тебе колядку, ты для инвалидси. Я просто, ну, типа, не хочу это воспоминать. Знаешь, формат дисов, типа, максимально сейчас я на него смотрю, у меня прям кринжовый, я не хочу это больше делать никогда в жизни. Вообще, дис. Ну, там жестоко, не знаю, ты, блядь, пытался, как будто в этом дисе построить из себя то, чего нет. Ну, типа, я там всех телок ебу и так далее, вот это. Я, блядь, там, вам пизды всем дам, блядь, когда в конце, ну, типа, не пизды там, типа, вы нахуй. Пошел нахуй. Да, типа, вы понимаете, блядь, кто здесь. Ты там все, блядь, проебала, сам на самом деле. Ну, я пытался стать крутым рэпером, типа, я рэпер такой, я там, на самом-то деле, да. Блядь, тебе про любовь надо писать? Грустняшка, блядь. Я сделал трек про любовь. Скоро выйдет, да? Да. Когда ответный дис выпустил Сапскана, он сказал, что ты доебывался до девушки Литвина, там, какой-то настоящий, или там, прошлый. Ну, да, Алина. Ну, как в смысле доебывался? Просто мы общались. И типа, он все, опять же, он все утрировал. То есть вы просто общались с девушкой Литвина? Да, я и сейчас с ней общаюсь. Это бывшие. Да, мы друзья. Ну, мы так сейчас часто общаемся. А, то есть просто общение и... Ну, общение, там, я к ней в гости приеду. Ну, просто вот на квесты ходим вместе. Ну, типа... То есть это не было историей, что ты там пытался к ней как-то это, а она тебя отшила? Нет, ну, типа, нет, она меня не отшивала. Ну, просто типа, ну, появилась в моменте какая-то симпатия. Появилась в моменте симпатия. Ну, не более того. Ну, и все. Если сейчас вы встречаетесь с тем же Сибом, как на улице где-то, как ты себя поведешь? У тебя не было желания вообще как-то один раз ему написать, типа, блядь, заебал уже, нахуй, дед, давай, блядь, встретимся, попиздим просто по ситуации. Было желание. Было желание написать. Типа, блядь, устроили хуйню, что я, что ты, блядь, давай встретимся. Ну, реально, я понимаю, что это такая дичь. Типа, блин, высосанная из пальца. По факту, чего вы делите друг с другом? Да ничего вообще, абсолютно. Ну, типа, ну, Андрюха нормальный пацан, я сейчас это понимаю. Просто вот так вот надо ради контента делать. Ну, ради контента и защищая, в том числе, свою команду. Ну, типа, был чувак, он ушел, и надо бы его подразъебать. Ну, он там много всего, я почему вообще еще расстроился, потому что он много всего там лишнего говорил, прям вообще, ну, типа, вот, он говорит, что я там леплю херню, но он тоже лепил херню. Какое? Ну, там, про террористов каких-то, то, что, типа, там, если террорист хочет сделать теракт, типа, что значит, ему надо делать, что хочется, типа, что ему на душе, типа. Ну, это сравнивание дурацкое с вообще, потому что какой террорист, что он сравнил. Вот, это мне тоже не нравилось. Как ты видишь дальше свою карьеру в Ютубе и везде? Что ты хочешь делать? Хочется просто максимально развиваться в разных областях, там, хочется в Украине делать, создать хочется школу футбольную, есть планы такие. Хочется делать круто как-то. Пока, знаешь, пока я действую просто на фристайле, вот, как идет, так и идет, пока я не делаю никакого уникального контента, вот. Ну, со временем будет сто процентов, хочется музыкой заниматься. Ну, кто ты? Ты рэпер, ты певец, ты, блядь, тиктокер все-таки. Я блогер, я блогер. Блогер? Ну, просто блогер, да, вот, наверное. Ну, я не могу себя как-то вот в какую-то категорию внести, типа, в людей. Я блогер, так, обобщить, если вдруг в музыке получится, а я уверен, получится. Давай, вот, представь, что сейчас перед тобой Александр Коваль, ну, ты, но сейчас ты вернулся в ту ситуацию, ну, допустим, возьмем, что вот только что закончился матч с Иркутском, там проиграют в пенальти, неважно, там сидим условно в бане, где-то у тебя уже появляются мысли о том, что было бы неплохо уйти в Тудроц. Хотя, я, в принципе, так и не понял, откуда взялись эти мысли. Вот так я и не понял, откуда они появились, потому что... Ну, а может быть, даже я не понял до сих пор. Потому что в МКЛИ же все было идеально. Ну, то есть... Ну, реально идеально? Ну, что, ну тебе, наверное, не хватало там... Ну, что? Может, блядь, челленджи унылые? Нет? Да, блин, да нет. Ну, как? Может, типа, в автобусе ты едешь, и пацаны унылые? Если сравнивать челленджи пацанов и как это на Тудроц, типа, да, это уныло. Но, ну, это, типа, не было камнем предкновения. Может, ты едешь в автобусе или едешь на выезд, и тебе скучно, и ты понимаешь, что там чуваки... Да как скучно может быть с Нечаем из Федоса? Ну, как с ним может быть скучно? Я до сих пор смотрю на Федоса, типа, скучаю за ним, за его юмором. Или за тандемом Нечай, Федос. Как мой? Ну, я не знаю. Я сам до сих пор не понял, как ты можешь понять, ну, типа... Ну, сейчас ты уже стал взрослее, и ты, в том числе, чувакам каким-то можешь что-то советовать. Ну, вот, условно, Прокопович ты, наверное, не советовал. Вы же понимали, что он перейдет в МКАЛ какое-то время или нет? Или для вас... Я понимал после интервью Светы Думич, ну, как-то по мимике его, что типа он улыбается. Но он, типа, своим не стал, грубо говоря. Блин, да не знаю. Ну, а я стал своим, ты можешь сказать? А ты стал своим, как ты считаешь? Я не могу сказать на этот, ну, по общению с пацанами, ну, вроде стал. А как они думают, не знаю. Ну, просто вот интервью МБП было недавно, что типа, вот ему нравится тот Тудротс, который был там два года назад. Там, где был вот свои люди, типа, сейчас он говорит много новеньких, и как-то такой раз фокус идет, и типа, очень много людей, типа, как-то так. Ну, я не знаю, как они считают, что у них на уме. Ну, пацаны, они крутые. Типа, ну, не крутые, типа, то, что они там рэперы там или еще круто одеваются, а просто личности. Внимание к тебе не уменьшилось после МКС, от них в том числе? Нет, точно. Если вы как общались, так общались. То есть, я вот тоже, условно, да, что тебе использовали под МКС? Все об этом говорили, что типа, вот, а вдруг так, а вдруг так будет. Я переживал, честно, за это, что типа, вот сейчас в моменте. Ну, нет, ну, всегда на связи со всеми. И как бы ты себе посоветовал тогда? Да, сто процентов поговорить с Герой. Прям вот сразу и сказать, типа, Гер, у меня в голове мысли, что мне нужно. И, знаешь, не поговорить, не сказать, что типа, вот, я перехожу, а как-то посоветоваться, чтобы он, ну, со своей вообще колокольни мне сказал вообще, как мне поступить и, ну, как-то быть как с другом открытым. То есть, если дружишь, то дружим. Да, именно пообщаться на эту тему, а не сказать свое мнение, типа, что вот, все, я перехожу, а просто пообщаться и спросить у него советы какого-то. Потому что реально мне не хватает каких-то, я вроде резко очень ворвался, знаешь, у меня там пошла любовь какая-то, пошли подписчики, а я не знаю, что с этим делать. Это кажется, что там, мне там 22 года, на самом-то деле, но я не знаю, как этим пользоваться. То есть, из серии, что лучше уж сразу поговорить, чем копить проблемы, а потом, чтобы не пришел пиздец? Конечно, 100%, да. А сейчас ты хочешь общаться с ним еще? Да, конечно. Я подписался на него в Инстаграме. Ну, типа, я все вспоминаю, то, что у нас было, типа, какое общение крутое. Я понял, что просто, вот, знаешь, типа, если я в Тудроц, то кто мне что вообще должен запрещать, типа? Я, ну, нет такого, что все, если я в Тудроц, я закрыт вот еще каких-то людей, типа. Я хотел бы, ну, знаешь, вот сейчас, типа, такое желание, я хочу пообщаться, вот, как я с тобой, там, прийти, сесть где-то, там, попить кофе и, там, покушать где-то, с Германом пообщаться просто. Может, у меня получится достучаться и объясниться. Не знаю. Ну, а, с другой стороны, нужно ли это ему? Посмотрим. До свидания, друзья. Александр Коваль приезжал на беседы с инвалидами. Пока. Пока.